МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Физкульт-привет, друзья! Хочу рассказать вам одну историю. Один раз два начинающих спортсмена зашли в спортивный магазин и увидели там мяч для игры в регби. Они стали с интересом его рассматривать. Продавец предложил купить мяч. Эй, нет, возразили ребята, зачем нам мяч, в который играли не меньше сотни раз? С чего вы это взяли, спросил продавец. Да вы посмотрите, как его сплющило. Да, регби – необычный вид спорта. Один только мяч чего стоит. Хотите узнать поподробнее о нем? Тогда на старт, друзья! Игры с мячом были во все времена. Некоторые из них очень похожи на регби. Например, римские легионеры играли в игру под названием «Гарфастум». Они втыкали в землю длинные копии, которые изображали ворота. А затем, разделившись на две команды, пытались провести туда мяч. В древней спарте существовала игра, в которой разрешалось бить по мячу руками и ногами. Но рождение игры, о которой я хочу рассказать, произошло в английском городке Регби. История даже сохранила дату этого события – 7 июля 1823 года. В тот день проходил футбольный матч между командами местного колледжа. Трибуны гудели, болельщики изо всех сил поддерживали своих игроков. Давай, давай! Эй, Уайт, отдай пас Брауну! Блэк, не зевай! Вперед! Да уж! Игра разошлась не на шутку. Болельщики готовы были сами вырваться на поле, чтобы забить гол команде соперника. И тут случилось невероятное. Смотрите, он схватил мяч руками и бежит к воротам. Да это же Вилли! Вилли Вебелис! Он живет в соседнем квартале. Смотрите, смотрите, что он делает! Ничего себе! Этот парень не стесняется играть руками! Вот это да! Еще чуть-чуть! Давай, давай! Бросок! Гол! Гол! В том историческом матче такой маневр Веба Элиса, безусловно, был нарушением правил. Зато он послужил началом новой игры, которая увековечила маленький английский городок регби. Пусть эта доска напоминает о славном деянии Вильяма Веба Элиса, первого, кто осмелился нарушить правила. Он схватил мяч руками и побежал с ним. Так возникла игра регби в 1823 году. Правила новой игры складывались несколько лет. Было много споров. Можно ли в регби играть и руками, и ногами одновременно? И можно ли применять силовые приемы? Или спортсменов? Нужно всегда держать дистанцию между друг другом. В итоге классический футбол и регби разошлись. Они стали развиваться как отдельные виды спорта. В итоге в классическом футболе можно играть только ногами, в регби и руками и ногами. Основными правилами игры в регби является то, что не разрешается давать пас руками вперед. Вперед можно играть только ногами. И разрешается много жестких технических действий. Но ведь в регби игра контактная. Разве нет никаких ограничений по контакту? Ограничения есть. Все правила в регби основаны на том, чтобы дать максимальную динамику игре и обезопасить игроков от травм. Поэтому запрещены высокие захваты. То есть это захваты выше плеч. Запрещены толчки в спину. То есть вся грубость, которая может привести к травме игрока. В экипировке игрока есть какие-то спецсредства для его защиты? Да, мягкий шлем, который одевается на голову. Это защита на плечи. Она бывает нескольких видов. То есть, которая защищает плечи. Может она защищать плечи, грудь, спину. Может защищать еще и руки. Все зависит от модели. Для тех, кто только осваивает новую игру, правила в регби могут показаться сложными и запутанными. Однако, если у вас получится сыграть хотя бы один матч, то все правила станут ясны до мелочей. Матч регбистов состоит из двух таймов по 40 минут. В каждой команде по 15 игроков. У каждого из них есть своя четкая задача. На поле находятся 15 игроков, которые, как и в футболе, делаются на позиции нападающие, защитники и полузащитники. Если нападающих мы рассматриваем, это более мощные игроки. То есть, их в команде 8. Два полузащитника – это позиции 9, 9 и 10. И 11, 12, 13, 14, 15 номер – это так называемые линии трехчетвертных, защитники и львея. Восемь игроков являются нападающими. По-другому их называют игроками схватки. На поле они всегда держатся близко друг к другу, добывают мяч, разыгрывают комбинации с элементами силовой борьбы. Все потасовки, которые происходят на регбийном поле, создают именно нападающие. Регби – игра силовая. Иногда для того, чтобы отнять мяч спортсменам, нужно участвовать в нешуточных схватках. Их нападающие – это, как правило, игроки силовые, крупные. Они настоящие рыцари на поле сражения. И от них напрямую зависит, как часто команда будет владеть мячом. Непосредственно за схваткой находятся игроки номер 9 и 10. Это полузащитники, которые получают мяч от нападающих для дальнейшего розыгрыша. То есть это мозг команды, это мозг и сердце команды. То есть их мысли воплощают нападающие и воплощают линию трехчетвертных. То есть они думают, остальные делают. Сразу за десятым номером на поле располагаются четыре защитника, которых называют трехчетвертными. Ведь их пространство для игры – это три четверти поля. Они создают основной заслон прорывающемуся противнику, а также завершают атаки своей команды. Трехчетвертные – это самые выносливые игроки в команде. Им приходится больше всех бегать по полю. Если посчитать их нагрузку в интенсивной игре, то получится, что за одну игру в два тайма они могут пробежать больше десяти километров. Ворота – это крепость команды. А они – защитники крепости. Их задача – не допустить противника в свою зону. Наконец замыкает всю игровую цепочку регбийной команды 15-й игрок. Иногда этих игроков на английский манер называют «замок». Так подчеркивается и главная задача – держать свой город на замке для мячей соперника. Вообще-то регби – игра трудная. Здесь все время нужно думать о партнерах по команде, потому что в одиночку матч выиграть невозможно. Только вместе. В чем залог успеха в регби? Сложно сказать. Очень много компонентов. Ну, во-первых, надо быть физически готовым. Надо обладать, конечно, техникой. И, конечно, она игра коллективная. Она как модель жизни. Там все стоит в этом модели. И дружно, дружба. Это командная игра. И от действий каждого из игроков, если они работают на успех команды, будет общий успех. Если в команде каждый играет сам за себя, это не команда. Как ты пришел в регби? Ну, меня заставила мама. Сам и так не хотел. Но после первой тренировки мне понравилось, и я решил заниматься в регби. А что для тебя было самым тяжелым в самом начале, когда ты начинал заниматься? Ну, не успевал с учебы, и родители ругали. И все-таки решил спорт. И родители как-то покладно к этому относились. А были какие-то тяжелые моменты вот непосредственно в самой игре? Может быть, было страшно? Может быть, было больно? У всех такой момент, когда все боятся, но потом привыкают к этой боли, преодолевают свой страх и решают с этим завязывать. Сколько ты лет уже занимаешься регби, и каких высот ты уже достиг? Я занимаюсь уже 13-й год регби, и я достиг в команде славы пятикратный чемпион России и еще игрок сборной России. На какой позиции тебе больше всего нравится играть и почему? Ну, мне больше нравится играть на позиции третей линии схватки, потому что там более активно и как-то более контактно уже. Как вы видите, в регби все необычно. Ворота здесь в виде буквы Н, а мяч вытянутый, овальный. Игроки его называют дыня. С таким мячом очень удобно бегать, взяв его под мышку, что очень часто и делают игроки. Основная цель игры в регби Основная цель игры в регби – это занести мяч в город соперника и заземлить его там. За это действие команда получает пять очков. После этого команде дается право набрать два дополнительных очка за счет реализации занесенного мяча, за реализацией попытки. Это делается путем удара по воротам. Если мяч проходит в створ ворот над верхней перекладиной, значит команда получает еще два дополнительных очка. То есть за одну атаку команда может набрать максимально семь очков. Также очки набираются в регби за счет удара по воротам со штрафного. Этот мяч бьется с земли, с подставки. Также получает команда за это три очка. И так называемый удар со скока или дроп-гол. Этот удар бьется сначала мяч должен коснуться земли, а потом коснуться ноги бьющего игрока. Если мяч попадает, опять же, проходит над верхней перекладиной ворот, команда также получает три очка. Насколько я понимаю, классического понятия гола в регби нет. Это единственная игра, где есть ворота, но нет вратаря. Эх, чуть не забыл рассказать еще о двух интересных элементах игры. Именно в них по-настоящему проверяется сила и мужество регбистов. Они называются коридор и схватка. Когда мяч разыгрывается из-за боковой линии, судья назначает коридор. Игроки из двух команд выстраиваются в колонны на расстоянии полутора метров друг от друга. Игрок, не нарушивший правила команды, сбрасывает мяч. Задача игроков – отыграть мяч в свою сторону. Также вводится и схватка. То есть при определенных нарушениях 8 игроков нападения формируются в назначаемую схватку. Входит физический контакт, мяч бросается между ними. И какая схватка сумела передавить, перетолкать, та команда и будет в дальнейшем владеть мячом. Такие моменты действительно проверяются многие мужские качества. Как, впрочем, и во всей игре. Ведь в регби разрешаются захваты и силовые задержки игрока с мячом. Захватывать игрока без мяча и играть лежа нельзя. Я, как старый регбист, прошедший все этапы развития регби, я призываю молодежь, родителей молодежи, призываю приводить к нам в регби. У нас бесплатно. У нас есть, смотрите, какая база у нас. Хорошие педагоги. Все виды хорошие. Но регби – самый лучший. Рассмотрите регби. Это очень хорошая игра, особенно для мальчишек. Потому что это действительно мужской вид спорта. Никакой грубости там, поверьте, нет. И это все стереотипы. Игра очень хорошая, игра очень динамичная. И мы будем рады видеть в нашей школе. Мы будем рады встретиться с вами на регбином поле. Для нас это тоже будет очень приятно. Мальчишки, определяйтесь и приходите в регби. Мы будем рады вас видеть. Ребят, приходите заниматься регби. Это спорт для настоящих мужчин. В регби много правил. Поэтому, несмотря на то, что здесь легко можно устроить кучу малу, нужно постоянно контролировать свою игру. А то можно получить много штрафных очков или даже уйти с поля по указанию судьи. О регби можно говорить бесконечно. Но лучше хотя бы раз в него поиграть. Так что собирайте друзей и вперед. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых спортивных встреч, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова